Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем читать и размышлять над книгой Иова. И сегодня у нас 24 глава, которая содержит в себе 25 стихов. И христианские экзегеты так передают нам содержание этой главы. Иов уже показал, здесь отсылка к 21 главе, что многие живут беспечно, в то же время являясь людьми нечестивыми и мирскими, презирая все обряды поклонения. Неважение к обрядам, к внешней стороне религиозной жизни – это очень опасная ситуация, о которой отец Павел Флоренский говорил, что вся разруха в современной церковной жизни – «От невнимания к культу». Экзегеты придают значение этой главе, свидетельствуя о том, что в данной главе Иов идет дальше и обнаруживает, что многие, причиняющие зло человечеству, живущие во грехе и открыто презирающие все законы справедливости и чести, тем не менее успешны и процветают на своих нечестивых путях. Мы не видим, чтобы они были наказаны в этом мире. Ну, как я говорил, одна из целей написания этой книги – объяснить, почему благоденствует грешник и почему страдает праведник. Так с древних времен многие понимали эту книгу. Иов более подробно как бы объясняет сказанное ранее. «Покойные», то есть «спокойные шатры у грабителей» – это 12 глава 6 стих. Здесь утверждает в общем, первый стих, что наказание нечестивых, да, это не так заметно и не так очевидно, ну, как думают его друзья, а затем доказывает свое утверждение, ссылаясь на некие частности. Далее. Идет рассуждение, кто открыто причиняет зло, например, своим соседям, и как бы никакого наказания нету, и пострадавшие не получили никакого возмещения. Это со 2 по 12 стих. «Хотя злодей действовал на глазах людей и очень преступно и жестоко». Об этом с 21 по 22. Далее идет рассуждение о том, что делающий зло тайно чаще всего остается неразоблаченным в этом мире и ненаказанным. Об этом с 13 по 17. Мы как бы опять чуть-чуть вверх поднялись. И действительно очень многие преступления не раскрыты до сих пор. И они будоражат сознание людей. А кто же это все совершил? Например, в Британии был такой Джек-потрошитель, которого боялся весь Лондон. И до сих пор существует масса гипотез. А кто такой Джек-потрошитель? Или Соединенные Штаты Америки, убийство молодого, красивого президента Кеннеди. До сих пор люди гадают, спорят, кто мог совершить это преступление, кто за ним стоит, кто за ним скрывается. И только на страшном суде абсолютная справедливость она восторжествует. И вот Господь, Бог, Он наказывает таковых как бы некими скрытыми судами, тайными судами. Для будущих судов как бы бережет их. об этом стихи 18-й по 20-й, 23-й по 25-й. Немножко тематический порядок здесь нарушен, подачи тем, но мы это будем учитывать. Итак, первый стих. Иов утверждает в целом, что наказание нечестивых, оно не так заметно и очевидно, ну, как думают его друзья, но оно на самом деле есть. И мы читаем. Почему не скрыты от Сидержителя времена и знающие Его, то есть Бога, не видят дней Его? Бог как Творец материи, а материя не существует без пространства и времени, Он Творец и пространства, и времени, и Он знает, в какой день и почему человеку придется все-таки отвечать за все, что он сделал дурное. В Блаженной памяти Иерей Даниил Сысоев пишет, почему знающий Его, то есть Бога, Иов, не ведает, какие пути предназначил для него Господь, почему Он это не открывает людям, почему Бог скрывает что-то. Жалуется Иов, который хочет приготовиться к этим путям и дальше говорится, как много бед в этом мире. И здесь Иов начинает перечислять зло и говорит, кто открыто причиняет зло своим бедным соседям, тот, может быть, сразу не наказывается и обиженным как бы сразу не возмещается ущерб, но это не так. И мы читаем со второго стиха и ниже, со второго по 12 стих. Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. Межи – это граница поля, межа. А человек может сказать, а она не тут проходила, она чуть дальше там и урезать кусок у соседа. У сирот уводят осла, у вдовицы берут в залог вала, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться, как будто они виноваты во всем. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу, степь дает хлеб для них и для детей их, жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца, ноги ночуют без покрова и без одеяния на стуже, мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале, отговаривают от сосцов сироту и с нищего берут залог, заставляют ходить ногими без одеяния и голодных кормят колосьями, между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут, в городе люди стонут и душа убиваемых вопиет и Бог не воспрещает того. Здесь Ио в своей речи показывает вот эти страшные поступки, которые совершаются в мире, особенно вот эти слова «в городе люди стонут и душа убиваемых вопиет и Бог не воспрещает того». Это как бы спор с Богом. Для еврейского народа было серьёзное испытание, это Вторая мировая война, и они на самом высоком богословском уровне своих общин обсуждали вопрос, почему был Холокост, почему был Освенцем, был ли там Бог, и сейчас есть люди, те души которых выходят из тела и душа убиваемых она вопит, есть несколько грехов, которые вопят перед Богом, и прежде всего это грех убийства, как кровь Авеля, она как бы выпияла от земли на небо, и вопли ее Бог слышит. Казалось бы, Иов дает такую характеристику миру, но это очень древние времена, сейчас между никто не передвигает, сейчас интересуются границами соседних государств. Но в мире на самом деле ничего не меняется. Первое послание Иоанна, 5 глава 19-20 стих, мы находим такие слова. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Христос истинный Бог. Не Марс Бог войны, которому, может быть, ты служишь. Не Богиня смерти Кали, которым, может быть, ты служишь. Христос Бог. Есть единый Бог, ты единый Бог, и нет другого Бога. с 13-го по 17-й стих здесь Иов рассуждает, что совершающие зло тайно, конечно, чаще остается неразоблаченным и ненаказанным. И мы читаем, есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. То есть, есть люди, которые конкретные враги света, они не знают путей света и не ходят по стезям его, им удобнее пребывать во тьме. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. Здесь все как бы перевернуто в некотором смысле. Убивают ночью, а днем могут воровать, но тут как бы говорится о худшем сначала. С рассветом встает убийца, то есть, не таится, не скрывается, бесстыдно совершает свои злодеяния. И око при любодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня и закрывает лице. Вот это идеология многих прелюбодеев, ничей глаз не увидит меня. А когда облудник совращая говорит, так никто же об этом не узнает. А где же свидетели? Нету свидетелей. И был такой случай, когда преподобный Ефрем Сирин, он находился по делам обители в некотором городе, и он остановился в гостинице, и одна блудная женщина, она увидела красоту преподобного Ефрема, и она вошла к нему в тот номер, в котором он находился, и она сказала, ляжь со мною, здесь. А он говорит, нет, здесь я не лягу, пойдем в другое место, если захочешь, я там с тобой лягу. Она согласилась с радостью, мало ли, может, у нее какие-то там особенности, и он привел ее на городскую площадь, где было очень много народу, и сказал, вот здесь, если захочешь, мы с тобой ляжем. Она посмотрела на него с удивлением, как же здесь, здесь же столько народу. Нельзя говорить, что никто не увидит, никто не узнает. Наоборот, надо помнить, что над каждым из нас есть око видющее, ухо слышащее, и книга, в которую записываются все деяния наши. Далее, 16-17 стих. В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя, не знают света, как кроты такие. У нас, кстати, есть целое сообщество молодежи, которые днем спят, а вот ночью там всякие дискотеки, они ведут такой ночной образ жизни, богема. В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя, они знают света, ибо для них утро смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Хотя он здесь показал разные типы злодейства, и первыми были показаны убийцы, которые с утра днем начинают умиршлять. Потом показывают более трусливых, более жалких, и, наверное, поэтому более презренных. У пророка Исаии 5 глава 20 стих мы находим такие слова «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Мир изменился, мир как бы сошел со своих путей, и блаженной памяти Иерей Денис Сосоев пишет, то есть Иов говорит, что здесь на земле многое перевернуто с ног на голову, убийство нормально, прелюбодеяние нормально, воровство нормально, истребление слабых, беззаконие, все это стало нормой. Прав был Гонрад, когда говорил, что земля это верхний ад, адская тень, знакома злодеям, и они живут по законам ада уже здесь. Конец цитаты. Но можно еще добавить известные высказывания Льюиса, который говорил, что ад – это дверь, которая запирается изнутри. Это то, что мы создаем своими вожделениями и ужасными действиями. Далее 18-20 стих, мы немножко порядок стихов с вами не соблюдаем, кстати, и 23-25, потому что тематически они совпадают, говорится о том, что наказание приходит к таковым, которые совершают грехи тайно, так наказание тоже приходит такими тайными судами, как бы оно не окончательное, потому что сберегает их для будущих судов, более страшных, где будет плач и скрежет зубов в аду. И мы читаем сначала 18-20, «Лёгок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле и не смотрит он на дорогу садов виноградных». Что значит «Лёгок такой на поверхности воды?» Ну, вы знаете, что не тонет в воде, я не буду озвучивать. ещё мусор какой-нибудь, он тоже не тонет. Проклятая часть его на земле, потому что земля выпьёт, особенно если это такие грехи, как убийство, крайние формы блуда, эксплуатация бедных людей, задержка зарплаты. «И не смотрит он на дорогу садов виноградных». Виноград, лоза виноградные, как и смоковница, это символ народа Божия. В иудаизме это символ Израиля. В Новом Завете это символ церкви. И человек, который живёт как что-то такое, что не тонет в воде, и проклятие его сопровождает везде, он даже не смотрит в сторону того, что есть люди, которые живут иначе. Он согласился со злом вокруг себя и со злом в себе, и ему неинтересно, что есть люди, которые живут иначе. Он не смотрит на дорогу, то есть по которой он мог бы прийти в эти виноградники Божии. Засуха и жара поглощают снежную воду. Когда действительно засуха, жара, то стремительные потоки, мутные потоки, снег тает. Засуха и жара поглощают снежную воду, это всегда мутная вода, так преисподня грешников. двадцатый стих. Пусть забудет его утроба матери. Почему он не оправдал надежды матери? Пусть лакомится им червь. Это реальность, которая нас всех ожидает. Червь уже в этой жизни лакомится нами. Пусть не остается о нем памяти, как дерево, пусть сломится беззаконник, а он, то есть Бог, даст ему, то есть ищущему Богу, а он даст ему все для безопасности, и он на то опирается, то есть человек, который получает от Бога поддержку, и очи его, то есть Бога, видят пути их, то есть всех людей, потому что его забота даже о нечестивых, поднялись высоко, и вот нет их, падают и умирают, как и все, и как верхушки колосьев срезываются, если это не так, кто обличит меня во лжи? и в ничто обратит речь мою. И действительно, в Библии есть такие примеры, когда как созревшие колосья срезалися судьбы людей и оканчивалась их жизнь. Например, в книге Деяний Святых Апостолов 12 глава с 21 по 24 стих говорится, «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, это голос Бога, а не человека, но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, то есть Ирод, быв изъеден червями, умер, слово Божие же росло и распространялось». И еще отрывок с 21 по 22 здесь идет рассуждение, кто нечестивый и открыто причиняет зло своим бедным соседям, а почему он не наказывается и почему обиженным соседям не возмещается ущерб, хотя этот человек действует не скрываясь и с крайней жестокостью, которая должна вынудить правосудие, но этого не происходит. И мы читаем 21 стих и ниже. «Который угнетает бездетную, нерождавшую и вдове не делает добра, он и сильных увлекает своей силою, он встает, и никто не уверен за жизнь свою». здесь говорится о торжествующем зле, о зле, которое не знает нравственных моральных границ. И когда в Писании говорится об угнетении вдов, сирот, здесь говорится о том, что надо очень решительно противостоять всему этому. Книга Исаии, 1 глава, 16 по 18 стих, «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Вот это призыв Божий, «Защищайте сироту, вступайтесь за вдову». «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну, убелю». И в блаженной памяти Ирей Даниил Сысоев пишет, Иов говорит, что желает возмездия грешникам, наказание для них, даже псалтырь пронизана этими молитвами. Действительно, в псалтыре мы находим слова сокруши кости грешников и так далее. Хотя некоторые отцы церкви говорили, что их надо понимать аллегорически. Действительно, в Священном Писании отношения к социально значимому и в то же время к личному греху разнятся. То есть, когда человек просто совершает грех, это одно. но когда человек совершает грех против социально страждущего человека, вдовы, сироты, это воспринимается как что-то более чем мерзкое. По поводу личного греха господь говорит, разве я хочу смерти беззаконника? Это мы видим. Господь также говорит, разве я хочу смерти умирающего? Но когда речь идёт о преступлениях по отношению ко многим, это ужасное состояние, когда человек своими деяниями приносит несчастье в многие дома, в многие семьи, за это придётся отвечать, за всё это. Итак, сегодня мы сделали обзор 24 главы книги Иова, «Если будем живы, Господь позволит», то в следующий раз мы сделаем обзор 25 главы этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзекет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах, о новых выпусках и берегите себя. «Экзекет», «Экзекет», «Экзекем» Продолжение следует...